Чтобы в Швеции произошли такие же, столько же произошло терактов, как в России и в Москве, шведское правительство, как и в России, шведские спецслужбы должны их устраивать. Отсюда и появляется рязанский сахар. А вот шведского сахара, как вы знаете, его нет. Мне кажется, что ты уже устал, хочешь прекратить деятельность. Ты не такой активный, как раньше. Видимо, бизнес открыл и потерял интерес к Ютубу. Жаль, что бизнеса не открывал, но в целом это хорошая идея. Как Ельцин, помните, уходил, назначив Путина своим преемником, так же и я запишу к вам новогоднее обращение. Нет, как раз на завершение Рамадана. Я устал, я ухожу, а вот мой преемник и посажу сюда какого-нибудь другого человека. Ас-саляму алейкум, Томсо. Чем отличается жизнь в Европе от жизни в РФ? Не в плане, что бесплатная медицина и так далее, а именно люди чем отличаются? Есть ли понты, допустим, как рашки, гелик, полотные номера? Ас-саляму алейкум ас-саляму. Я, правда, не соглашусь с тобой по поводу медицины. Она не бесплатная в Европе, далеко не бесплатная. Медицина, она платная. Просто для определенных слоев населения, которые не в состоянии платить за свою медицину, она для них как бы бесплатная. А в целом медицина платная и она очень дорогая, в отличие от России. И, допустим, если я сегодня пойду, скажем, к стоматологу, просто за удаление, допустим, зуба я выложу где-то 150 евро. Просто, чтобы мне удалили зуб. Представьте, сколько стоит там вылечить, поставить имплантанты и так далее. Это вообще огромные деньги. Допустим, поставить 6, по-моему, имплантантов обходится около 10 тысяч евро. Так что медицина, она очень дорогая. Просто здесь все устроено таким образом, что люди работающие платят страховку. За счет этой страховки как бы покрываются их нужды медицинские. И, соответственно, те слои населения, которые не в состоянии платить за свою медицину, а это в том числе и беженцы, которые приезжают сюда, они не в состоянии платить за свою медицину. Поэтому их страховка покрывается за счет налоговодельщиков. Так грамотно устроена как бы сама система. А теперь к твоему вопросу. Чем люди отличаются? Есть ли понты, допустим, как в Рашке, Гелибахты и Набира? Ну, Европа от страны к стране, она разная. И в разных странах разные люди. Где-то есть какие-то понты, где-то их нет. В Швеции их нет. В Швеции вообще нет понтов. Ты не поймешь по внешнему виду человека, богат он или беден. Олигарх шведский может, ты увидишь его там на велосипеде, в обычной какой-нибудь одежде. Не принято носить какие-то лейблы. Что имею в виду под лейблами? Это не значит, что хорошую одежду там от каких-то ведущих кутюрье ее не носят. Ее носят, но просто бывает вот это вот выпячивание, когда какая-то одежда с огромными вот этими логотипами брендов. Здесь это, ну ты никогда здесь такого таких людей не увидишь. Шубы там всякие, нет, не носят люди. Вообще в целом здесь не принято и считается неприличным выпячивание своего богатства. Ты не встретишь каких-то рублевок, где там компактно проживают именно богатые люди. Короче, все в этом плане здесь очень как-то дружелюбно. Но это не значит, что в всей Европе так. Где-то иначе, там в той же Франции допустим. Всякие брендовые шмотки и выпячивание, что ты в брендах, это как бы круто. Ну и вообще в целом там другой немножко менталитет. Там есть какие-то свои рублевки, богатые районы, бедные районы, абсолютно криминальные районы. И тихие, и чистые какие-то районы. То есть там уже другой менталитет у людей. Франция, она вообще во многом очень похожа на Россию. Особенно в полицейском беспределе. Они вообще друг на друга похожи. Во Франции тоже бывают такие же рейды, как и в России. Когда просто тупо на дорогу становятся полицейские и останавливают кого хотят. Делают с ним все, что хотят, как угодно там. Шмонают, обращаются с ним как с преступником. Единственное, вроде как ничего не подбрасывают, по крайней мере. Не слышал о таком. Но в целом отношение к тебе будет очень жесткое. Самые жесткие полицейские в Германии. Как всегда говоришь, то чего не знаешь. Ну, в Германии полицейские тоже жесткие, не спорю. Но в Германии вот этих вот рейдов полицейских, по крайней мере, не бывает. Но патрули тоже работают в целом. И могут остановить тебя, просто выдернуть из толпы, проверить документы. Это правда. Тоже, конечно, ведут себя жестко. Но в моем топе Франция, она более по-минтовски беспредельная. Во Франции на вокзалах ходят вооруженные легионеры. Потому что у них там какой-то режим чего-то еще с тех пор, как там у них что-то произошло. То ли взрывы, что-то, не помню я. С тех пор еще какой-то режим у них работает. Ходят легионеры вооруженные до зубов. Короче, это напоминает, понимаете, российскую обыденность. В России тоже так. Там тоже рейды на дорогах, какие-то блокпосты. В Германии этого нет. Ты не нарвешься в Германии на блокпост. Во Франции ты подъедешь вот к этому въезду на платную дорогу. И это полноценный будет блокпост. Там будут стоять полицейские. И выдергивать машину, останавливать, шмонать. Когда в Швеции произойдет столько терактов, как в РФ и Франции, полиция себя также будет вести. Чтобы в Швеции произошли такие же, столько же произошло терактов, как в России и в Москве, шведское правительство, как и в России, шведские спецслужбы должны их устраивать. Здесь спецслужбы в Швеции работают на безопасность своих граждан, а не для того, чтобы их убивать и развязывать какую-то войну. Поэтому здесь совершенно другая ситуация. Швеция не является империей. Она не имеет амбиции по захвату ближайших территорий, по колонизации датчан или норвегов, финнов и так далее. Поэтому в Швеции не происходит терактов, которые устраивало бы их правительство. При этом здесь бывают такие инциденты. Нет, нет, нет. Когда, например, идиловский какой-то сумасшедший въехал на грузовике, по-моему, въехал в толпу в Стокгольме. Было такое. Ну, преступник. Такое тоже как бы бывает. И, разумеется, это как-то меняет подход полицейских, они становятся бдительнее. Но в Швеции, тем не менее, не бывает так, чтобы тебя на улице проверяли, останавливали. Такие вещи не происходят. Потому что в целом государству это не нужно. У государства нет цели ужесточить жизнь, усложнить жизнь своим гражданам. А в России это есть, потому что Россия, она должна, она имеет свои имперские амбиции. Ей нужно держать в колонии Кавказ, Татарстан, другие захваченные ею территории. А чтобы держать их под оккупацией, нужно постоянно имитировать какую-то угрозу внутреннюю, внешнюю. А как ее имитировать? Ну, естественно, нужны какие-то постоянные нападения, акты террористические. А кто их будет устраивать? Конечно же, сами российские спецслужбы. Отсюда и появляется рязанский сахар. А вот шведского сахара, как вы знаете, его нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok